В выходные в спортивном комплексе «Мусон» своего рода день открытых дверей. В большом баскетбольном зале все в ярких костюмах и в нервном ожидании. Здесь соревнуются юные танцоры. Перед выступлениями каждую минуту посвящают репетициям. А это уже баскетболисты и ветеранская команда «Мусона» готовятся к матчу с Ялтинской волной. Это их главный соперник в борьбе за победу в открытом первенстве Севастополя по баскетболу. Намерены только побеждать, ведь противостояние команд в чемпионате ведется нешуточное. Всего их команд 10. Это спортсмены из Ялты, Симферополя, Алушты и Евпатории. К последнему туру первенства шли полгода. Севастопольских команд в турнире несколько. «Мусоновских команд здесь три. 2001 год, мальчики и 2000 год. Сегодня очень серьезная была игра 2001-2002 года. И впервые 2001 год выиграл у более взрослой команды. Команда на один год старший. Три очка выиграли, но игра была очень интересная, очень достойная. Все зрители оценили уровень подготовки наших спортсменов». Итак, младший состав «Мусона» победил старших собратьев. А что же команда 45+. В финальном матче с Ялтинской волной наши спортсмены со стартовых минут встречи завладели преимуществом. Первая четверть завершилась со счетом 25-22. А к середине матча разрыв увеличился на 14 очков в 50-36. Фанаты успеха «Мусона» рады. Любимую команду поддерживают громкими речевками. Финал матча обошелся без сюрприза. Ветераны «Мусона» уверенно победили соперника с разгромным счетом 105-65. Лидеры турнирной таблицы в очередной раз подтвердили звание одной из сильнейших команд Крыма. «Четыре команды выходят в плей-офф за первое и четвертое место и четыре команды за пятое и восьмое место. Эти игры будут проходить в конце апреля-начале мая этого года». Подобные противостояния для спортивного комплекса «Мусона» уже традиция. Практически каждые выходные здесь соревнуются как взрослые, так и дети. Всего же в различных секциях здесь совершенствуют свое мастерство около тысячи спортсменов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова